Саламу алейкум, Достар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аута, это реакция на сериал Оммир, 14 серия, День ограбления. Короче, у меня тут так тесно сейчас стало, у меня два компьютера дома, чтобы вы понимали, меня перевели на удаленную работу, то есть я дома сейчас работаю. И у меня тут два системника, два компа, пока этот не отключил еще, потому что иногда нужен. Вот, и днем у меня основная работа на этом, который более новее, лучше и так далее. Короче, я не знаю, ну просто так я вам это сказал, у меня движуха, короче, происходит, как у вас дела, тоже пишите в комментариях, интересно почитать. Так, ну и теперь, я не знаю, конечно, каким получится видео, потому что свет мне перекрывает здоровенный монитор, вот, но это круче. Надо еще что-то со звуком придумать, но он пишется, я сейчас вижу даже, что он пишется. Блин, классно, надо два монитора себе фигачить, удобно, распределить еще все, круто будет. Вот, ну сидеть неудобно. Ладно, как-нибудь, да посмотрим. В этом сериале мы хотели поднять тему ставок на спорт. Старки медленно, но верно разрушают жизнь игрока, меняют ее до неузнаваемости. Да знаю я, заебал! При этом он разрушает жизни всех, кто его окружает, особенно. Это было очень интересная и сложная роль, много эмоциональных перепадов. Персонажа меняется прямо по ходу с реалом. На, на твой стакан, бля! Интересненько. По-любому с вами заценим. И будем также каждую неделю смотреть, собираться, обсуждать. Ну а сейчас... Клиенты на детей или на квартиру? Ну конечно на детей. И откуда информация? Он находится, братан. Дали-дали, там щегол у меня на учете стоит, он врать не будет. С ним тоже надо будет грешить. От него все можно ожидать. В смысле, братан? Ладно, парни, ждем моей команды. В случае чего, открываем огонь на поражение. Звони пацану, пусть заходит. Какой-то поворот будет, короче, все. Ага. Все, брат, понял. Ага, давай на слезе. Какие-то, брат. Да, братан, да все, уже зашли. Ну все тогда, приступайте. Ага, давай. Все, понял, братан. Ну все тогда, на связи. Я потом тебе позвоню. Ага, давай. Что там? Что на улице, тишина? Тишина. Там Алихана сейчас стоит. Подездить тоже все нормально. Ну все тогда, давайте пахать. А где тут щегол? Проходи. Давай, садись. А что ты ко мне не пришел? Зачем к себе позвал? Вчера у тебя были, сегодня у меня. А что, так срочно? Там же звонил, я думал, что-то случилось. Да не, не. Если бы у меня что-то случилось, я бы тебе точно не позволял. Я знаю, как ты решаешь проблему. Решала тоже меня. Ой, иди в жопу. Нет, серьезно. Давай лучше ко мне. Что мы тут делать будем? У меня там хоть ПС, ПК есть. А у тебя тут кроме старых стрёмных игрушек ничего нет. Что мы делать-то будем? Что я придумаю? А это что, твоя комната? Да. Понимаете, сестренки тоже. А где сестренка? У больницы? А что с ней? Это у нее порог сердца. Операцию будем делать. Офигеть. Прямо на сердце? Прикинь. Ну, пусть не болеет. Спасибо. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Подарок? Какой? Все, увидишь. Смотри. Это часы моего папы. Я их хотел себе оставить, но решил тебе подарить. Стой. Ну, это часы твоего отца. Зачем мне они? Он потом ничего не скажет? Ты не. Наоборот, похвалит. Он мне всегда говорил, что дружам нужно помогать. Поверь мне, эти часы тебе пригодятся. Возьми. Спасибо. Только они мне немного большого оттуда вижу. Да и ничего, подкручишь. Спасибо, Омир. Ты реально мой первый и настоящий друг. Соплащище меня тут. Это что, отец? Да нет, дядя. У меня просто родители умерли с нами живаться. Много? Друг. Друг? Интересно. А мне запрещаешь, да, друзей водить? А сам приводишь. Э, мамка, давай, смотри. Иди, давай. Все, давай. Офигеть ты с дядей дерзко разговариваешь. Он по-другому никак не понимает. Сарьки улетели. Ничего себе у тебя семья. То сестры с сердцем проблемы. То у дяди Шарьков не хватает. Самый шокий. Он только что ему сказал, что у него родители умерли. Вообще ноль. До этого спрашивал, отец ничего не скажет. Маня. Маня. Че? Да, ну, ***. ***. Они что, все еще старые хопы используют? Угу. Что там есть еще контейнер? Нет, вроде одна была. Ничего тоже неплохо. Там в сейфе еще бабки есть. Слушай, неплохо они живут, блин. Не говори, ну. Халлайбург? Макс, ***. Работай давай. Ладно, что ты емал. Куда он их отправлял, да? Куда он их отправлял, да? Ну, уже понятно, что она не там. Все, просто серебряно не понятно. Кому он направил? Сабит. Че там? Полчаса уже прошло. Да, я в курсе. У этих сейфов, короче, шифр другой. Ща перешью и попробую открыть. На сейфе потертости, на однерке и семерке. Угу. Ну, так хрен откроешь. Сейф может заблокироваться. Я его паспорт нашел. Айденов Тархан Тимурович. Базарин там летает. Все в печати, прикинь? Эй, поставь на место. Ладно, че ты, емалый. Путешественник, что ли? Ну, блин. Подожди, подожди. Год рождения какого у него? Ну, 76-го. Еб... Вы зачем меня позвали? Вы че, сами не могли сейф открыть? Год рождения его ввести просто. Знали, что риомэр? Ну, там... Люди интересные, да? Хороший сейф купить мозги хватило, а на хороший пароль мозгов не хватает. Кайра был прав, да? Здесь пи*** сумма, пацаны. Конечно. Наш братан конкретно по факту все говорит. И, Макс, Мур, сворачивайтесь. Тяжелые вещи с собой не берите. Все, давайте быстрее. Я эту цитатуэтку себе оставлю. Пи***, она мощная. Пи***, Мур. Я с***, потише. Пи***, тебе не суть. Ну, все, забирай уж. Они еще без перчаток, только покройно работают. Это еще кто? Совет, это кто? Не знаю. У вас-то еще гол пришел? Да нет, у него ключи есть, он бы не стучался. Иди посмотри. Побыстрее давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА